Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео! И у нас отличная погода, мы не унываем, скользко, ветрено, метет, холодно. В общем, все, как и должно быть зимой. Да, и в общем, передвигаться по улицам нашего города становится все сложнее и сложнее, поскольку, ну где же вы, долгожденные дворники, ну посыпьте вы хоть песочком что-нибудь, но невозможно идти, уж насколько я привыкшая, так сказать, мелкой трусцой передвигаться по льду, но и то у меня это плохо получается, все страшнее и страшнее, как бы что-нибудь не сломать себе и не поскользнуться, не дай бог. В общем, как говорится, не знаю, ветер помешает, не помешает мне сейчас говорить. Вот, я вам хочу петь песенку, хотя, как говорится, возможно, с утра не пою. Но уже сейчас не утро, уже сейчас день, ох, ветерок, ух! Вот, и я не скрою, бегаю трусцою, и в метель, и в пургу я трусцой бегу. Чтобы стать красивым, молодым и сильным, дам совет вам простой. Бегайте трусцой. В общем, настроение предновогоднее. Сейчас надо сделать необходимые дела. Вот, и в общем, благополучно дойти до дома. Конечно, погода оставляет желать лучшего. У нас в Новый год обещают вообще дождь. В общем, какие-то природные аномалии. И не только, кстати, у нас, но, я так чувствую, и на других континентах тоже. Напишите, пожалуйста, как у вас обстоят дела. Вот, поэтому написала сегодня пост о потребительстве. О потребительстве. Что это у нас такое? Потребительство – это когда человек хочет получать все блага. Но, получая все блага, это его очень сильно портит. Потому что все равно человек должен... Ну, одно дело, когда он получает свои блага своим, так сказать, трудом, честным трудом. Другое дело, когда он пользуется другими людьми. И таким образом, в общем, за счет другого что-либо получает. Поэтому, вы знаете, в последнее время удручающее такое состояние какое-то. Смотришь на людей, на события, которые происходят. В общем, люди очень, так сказать, стали эгоистичными, жесткими. В общем, они считают, что им все должны сказать элементарное спасибо. Вы знаете, я вспоминаю свое детство. Если ты не скажешь спасибо, если ты там не поздороваешься, не поприветствуешь человека, это вообще как-то считалось дико. То есть, это было нормально в нашем детстве и так далее. Говорить друг друга слова благодарности, благодарить друг друга, уделять внимание. Ну, сейчас люди стали холодные, какие-то отчужденные. В общем, ну, если только им что-то надо, тогда они, так сказать, проявят к тебе внимание. А так, в целом, в общем, ну, я не знаю, мне трудно давать оценки. Напишите, как у вас это. Ну, я вот вижу в своем окружении, даже вот по каналу я вижу, что люди как-то, да, они получат ту информацию, которая им нужна. Ну, и дальше как-то это не здрасте, не до свидания, не спасибо. Вот. И как-то не то, что... Просто я привыкла, когда люди... Привыкла сама, когда говорить спасибо, и привыкла, когда люди тоже отвечают спасибо, лимитарное спасибо. Это слово, в общем, как от зубов отскакивает, причем неоднократно. Ну, лично в моем исполнении. Поэтому, вы знаете, я в последнее время, как сказать, ну, раньше принято было, да, там, поздравлять с днём рождения, с друзей, знакомых, которых ты знаешь. В последнее время я не то, что отошла от этого, я поняла, что я отвечаюсь и поздравляю, там, с теми же праздниками, с теми же, там, какими-то событиями, тех людей, которые уделяют мне внимание. Раньше я много уделяла людям внимания, но, как бы, ну, это как-то прошло, и я поняла, что нужно общаться с теми, кто с тобой хочет общаться. Вот, поэтому и нужно быть благодарна тем людям, которые с тобой хотят быть, общаться. В общем, примерно как-то так. На всех не угодишь, это и не нужно, это делать. Нужно быть, в общем, нужно быть, наверное, сконцентрированным, на тех людях, которые окружают тебя. Конечно, это близкие, прежде всего. Вот, вы знаете, как-то, вот, я могу сказать, моём близком окружении мне, конечно, очень повезло с близкими людьми, потому что вот до сих пор вот именно они моя поддержка. И, наверное, это самое главное, важное лично для меня. С чем я иду в следующий год? Вы знаете, какие-то размышления о том, что нужно, что не нужно. В частности, я думаю о том, что буду ли я дальше вести канал, не буду вести. Если буду, то что я хочу показать? Ну, в частности, я хочу показать зумбу, которую я сейчас разучиваю. Да, я хотела бы на этом остановиться. Но, понимаете, всё как бы, всё меняется в этом мире, и мы меняемся. Поэтому подумайте над своими целями, задачами, на будущее. Иногда ничего, в принципе, таких резких движений не нужно делать. Нужно сохранить то, что есть. И вот, наверное, следующий год лично для меня это будет удержание того, что есть, так сказать, сохранить то, что есть, сохранить спокойствие, веру, оптимизм, надежду, устойчивость. Вот, понимаете, моральные, волевые качества у кожи. Поэтому вот так. В общем, подумайте, напишите, как у вас. Вы знаете, друзья, давайте мы всё-таки как-то будем общаться, потому что иногда, порой, мне кажется, что, ну, значит, это вот то, что я говорю, не находит никакого отклика. И, честно, я тогда не вижу целесообразности тратить и своё время, и ваше время на то, чтобы, ну, вот я говорила, а вы в ответ не давали никакой реакции. Это важно. Это важно, потому что, ну, тогда нет никакого стимула. Поговорить я могу и с другими людьми, и диалога. Для вас я хочу донести какую-то полезную, на мой взгляд, для вас информацию. Кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Но если вы смотрите, то вы хоть как-то-то откликнетесь, дайте о себе знать. Или вы такие скромные. Вот. Так что вот такие дела. В общем, друзья, следующий год – это год размышлений. Год каких-то, наверное, чего-то нового. Кстати, посмотрите видео известного нашего астролога Тамары Глоба. Она в передаче «Надежда Стрелец». Да, она очень интересно там рассказывает, что ожидает нашу страну, что ожидают другие страны, какой это будет год, какие перспективы. Я не знаю, верить в астрологию, не верить в астрологию. Это, конечно, сложно. Прогнозы, они на то и прогнозы. Могут сбыться, могут не сбыться. Но в целом просто, чтобы быть, так сказать, подготовленным, быть в курсе той информации, которую нам предоставляют астрологи. В общем, я советую вам посмотреть. Вот, друзья, если у меня будет время еще на этой неделе, я обязательно с вами свяжусь. Да, но в целом хочу всех снова и снова поздравить с наступающим Новым Годом, и пускай он для вас будет хорошим, хорошим, спокойным, благополучным. Всем крепкого здоровья, ваш, вам и вашим близким. А с вами Анна Смин, на канале «Питер Видео». Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Я требую комментарии. И до новых встреч!